Друзья, знаете, вот есть такая штука в глянцевых журналах, номинация по рейтингу тех или иных известных людей, среди прочего, там присутствуют и номинации открытия года, в связи с чем я бы предложил ввести нечто подобное и для нашей программы, сейчас остановимся на ООН подробнее, это реальная журналистика, поехали! В данном случае речь идет скорее о номинации открытия месяца и вот в октябре таким открытием, как мне кажется, стал господин Сатановский. Для тех, кто не в курсе, что это за зверь такой, прокремлевский политтехнолог, всевозможный эксперт по актуальным для власти информационным повесткам, востоковед, глава российского еврейского конгресса и даже специалист в военной области, как выяснилось, в общем, профессор около всяческих наук, а еще постоянный гость пропагандистский скандалити-шоу главным образом на Россия-1, а еще дружбан Соловьева и экс-соведущий данного господина в программе Соловьев Лайф на одноименном телеграм-канале, так вот, именно этого Сатановского я бы и назвал открытием месяца, а знаете почему? Да потому что удивил старичок и в этот раз даже меня! Это синдром помраченного сознания, который требует безусловной госпитализации. Рассказываю, все началось на прошлой неделе, когда дедушка вдруг ни с того ни с сего обрушился с резкой критикой в адрес другой прокремлевской пропагандистки, пресс-алкаше российского МИДа Марии Захаровой, пресс-аташе, простите, конечно же, Хотя в своей пламенной речуге господин Сатановский, предъявляя, насколько я понял, Маша невменяша претензий за ее антиизраильскую позицию, давил именно на эту болячку главной МИДовской красавицы. Внимание на экран! Вот Маш Захарова, который, в принципе, евреев не особо-то любит, а Израиль терпеть не может. Особо-то это и не скрывает. И еще одна сильно выпивающая шмара, которая у нас, тем не менее, спикер нашего МИДа. Что ты сейчас сказал? Нет, чувак, конечно, сорвал аплодисменты прогрессивной общественности, за что был бит и тут же с позором уволен несчастному Рудольфовичу. С понурим видом даже извиняться за кореша пришлось публично извиняться, как какому-нибудь зумерку, который в соцсетях про Кадырова плохо написал. Я хотел бы принести свои извинения Министерству иностранных дел Российской Федерации и сердечайному полномочному послу господину Богданову и господину Захарову за абсолютно несправедливое по содержанию и недопустимое по форме высказывание, допущенное сотрудникам нашего канала Евгением Яновичем Сатановским. В результате чего я не вижу возможности продолжать профессиональное общение с Евгением Яновичем и принял решение об увольнении Евгения Яновича Сатановского с нашего канала. Поздравляю, конечно, их, но не от всего сердца. Но если бы на этом все и закончилось, вы думаете, хулиган Сатановский под шконку забился и расплакался сейчас? Дедушка, напротив, пошел ва-банк для начала, отказавшись раскаиваться за содеянное? А спустя пару дней и вовсе перешел в атаку, только теперь уже на более статусных людей, в частности на экс-президента, экс-премьера, а ныне заместителя главы Совета Безопасности Дмитрия Анатольевича Медведева немного, кстати, даже самого зацепил. Ну вот. И коллеги, правда, уже успели развести в Рунете бодягу. Вот оно началось! Пошла грызня между кремлевскими башнями. Мы так долго оного ждали. Может, грызня. А может, и срежиссированный спектакль. Я, правда, не знаю, поэтому умничать не стану. Но заслуженный орден Сутулова от нашей редакции, тем не менее, заслуженно получает вот этот самый господин. Браво, танцующий! И мы продолжаем. Ну а Росстат тем временем предупреждает, уж не знаю, кого он предупреждает. Может, нас, может, начальников своих. И так Росстат предупреждает, что население России к 2045 году может сократиться до 138 миллионов человек. Чтобы вы понимали, по состоянию на январь года текущего, нас с вами насчитывалось 146 миллионов, то есть минус 8 ожидаем. Вот такой неутешительный прогноз. И это пока без учета каких-то внезапных потрясений. А если совсем доступным языком страна наша вымирает. И это подтверждают даже ангажированные и прикормленные статистики. Ух ты! Вот это мы встали с колен, блин! Что это такое? Совсем с ума сошли, что ли? Ага! Если без Стёба, ещё раз повторюсь, кто не расслышал с первого раза, мы вымираем, дамы и господа, и это очень хреново. Причем тому на самом деле несколько. Причина номер раз. Тотальное обнищание населения, которое уже в чём-то традиционным даже стало для РФ, а недавно к ней добавился ещё и фактор отсутствия уверенности в завтрашнем дне. И чтобы там эти не лопотали в попытках лизнуть поглубже. Большая крепкая семья начинается, безусловно, с молодой семьи. И это доказывают статистические данные, что первые дети у нас должны родиться, когда маме у нас примерно 20 лет. 19-20, тогда у нас семья по статистике имеет 3-4 и более детей. Боже, какая шутка! Всё равно, ну не заставят они рожать молодёжь ни в 20, ни даже в 30. Молодёжь в принципе рожать не хочет в нынешних условиях. Ну правильно. Отчего нищету-то плодить? Я сам молодой отец, я знаю, о чём я говорю. Дети, это, конечно, цветы жизни, но их содержание очень недешёвое удовольствие. Простой пример из личного. Вот сейчас конец месяца, в очередной раз сидим с женой, планируем расходы. Подчёркиваю, только о детских тратах будем говорить. У нас двое, вы знаете, старшему 13, младшие 2 годика. Итак, питание в детском саду 2,5 тысячи. В школе около 5. Дальше поехали. Детям нужно развиваться, нужны какие-то кружки, секции, дополнительное образование. Вот старший у нас ходит на информатику, это ещё плюс 5 тысяч. И в плане спортов в бассейн тоже 5 или около того. Всего один кружок и одну спортивную секцию он посещает, плюс питание. Но двоих выше сказал, уже почти двадцатка вырисовывается. При этом маленькая пока никуда не ходит, кроме садика. Ну, потому что она совсем маленькая. Но и ей через полгода, год какие-то развивашки понадобятся. Хотя бы вот так же, парочка. То есть плюсуем туда, через полгода ещё примерно 10 тысяч, и того уже 30. Держи рубль! Дядь, добавить бы надо! Вот именно. А ещё детей нужно обуть, одеть. Они, кстати, очень быстро растут. Поэтому курточка, купленная пару месяцев назад, сегодня может уже не подходить по размеру. А ещё они хотят есть не только в школе и в садике, представляете? А ещё иногда болеют. А ещё просят игрушки. А ещё они хотят в цирк, ну и так далее, то есть смело. Можете приплюсовывать к имеющимся тратам дополнительные 10-15 тысяч. Вот вам, пожалуйста, минимум с ракет получился. И это я бы не посчитал. Всякие коляски, переноски, автокресла, велосипеды и лыжи с коньками, которые, кстати, в школе для физкультуры требуют. Вот она. Реальная экономика для пап и мам. Но это не точно. Для тех, кто на бронепоезде, повторюсь, выше, мы лишь о необходимых тратах на детей говорили. 40-45 тыр. Вот такой минимум нарисовался. Для жителя более-менее крупного города. А теперь просто давайте вспомним. Каков размер зарплаты у среднестатистического россиянина, особенно у молодого специалиста без опыта. Вот только не надо этих сказок от пропагандистов или все от того же Росстата про 60, 80 и даже 100 тысяч. Вы же лучше меня знаете. Реальный порядок цифр 30-35 на руки, если это не Москва. Хорошо, для совсем ударенных телевизором рекомендую зайти вон на сайт Работа.ру или на Хэдхантер. Ну или давайте лучше я вам покажу опрос моих коллег из Ростова, например. Ну у меня нет такой зарплаты, поэтому я даже не знаю. Я вот сейчас еще работаю, и как бы 20-25 тысяч – это то, на что я могу рассчитывать. А вы верите, что такие у нас средние зарплаты? Нет, не верю. Заявить можно все, что угодно. А у нас реальность такова. Как зарплаты были, так они и остались. И ничего, они не растут. И все это в общем сказки Венского леса, скажем так. Ну за кого-то рада. Но у меня такой зарплаты нет. Причина номер два, почему люди не торопятся рожать в том числе. Ну я думаю, вы сами все понимаете. СВО и говорить об этом не вижу смысла. Поэтому сразу перейдем к третьей причине. И она, о чудо, тесно переплетается с первыми двумя. Вы не поверите. Я сейчас говорю о людях, которые в последние годы покинули нашу страну по тем или иным соображениям. А это именно молодые люди в большинстве своем. По разным данным, только в 2022 году Россию покинули от 500 тысяч до миллиона наших соотечественников. А вообще дефицит граждан детородного возраста уже год назад составлял около 7 миллионов человек. Тогда, помню, отдельно взятые депутаты Госдумы предлагали даже европейцев с американцами к нам сюда приглашать в качестве осенизаторов. В смысле, дабы исправить проблемы с демографией. Ну вот. Дабы не быть голословным. Где брать еще 7 миллионов, где в ближайшее время нам получить любые люди. Но надо просто провести большую и огромную кампанию в Европе и Америке. Приезжайте к нам, дадим им по 10 гектаров. Будете у нас робот. Люди открыты, ломанулись. Меня опять терзают смутные сомнения. Прошел год, но не ломанулись. И это, кстати, я считаю, целиком и полностью прощелк бестолковых российских чиновников. Почему? Да потому что эти ребята делают все, чтобы даже наши родные уехавшие не захотели обратно возвращаться. Давайте вспомним, например, историю с Даней Милохиным. Человек ведь попытался приехать обратно на родину. И что? И тут появилась Мизулина, которая бросилась строчить на него доносы, мол, давайте, чувака, срочно в армию отправим. Шипокляк младшая. Это женщина, которая в жизни не делает ничего полезного, кроме того, что она пишет всякие разные доносы и с**т в свою собственную страну. Че он сказал? Никогда не думал, что такое скажу, но не могу с ним не согласиться в данном случае. Объясню почему. А дело в том, нравится это кому-то или не нравится, но Даня Милохин является кумиром для молодых мальчишек и девчонок. И его возвращение на родину могло бы поспособствовать ситуации, когда другие молодые люди, посмотрев на него, тоже последовали бы примеру парни и вернулись домой. Но благодаря одной единственной безголовой кукле, фиг они теперь, когда обратно приедут. Открытым остается вопрос о лишении гражданства иностранных агентов. Эта тема обсуждается остро в нашем обществе. Я полагаю, что это, конечно, необходимо делать, но здесь очень важно аккуратно к этому вопросу подходить. Нет слов. И это тоже поспособствовало я сейчас про идиотские бредни, о преследовании иноагентов, про визги, о предателях, а еще о постоянных угрозах для людей, которых они уже успели окрестить релакантами. Слушайте, да при таком дурацком подходе к нам вообще сюда никто никогда не поедет. Ни свои, ни чужие. Посему, видимо, правда, вымирать нашей нации, нашей стране придется вот им за это. Спасибо еще раз. А впрочем, продолжить предлагаю уже в следующем выпуске время. Это была реальная журналистика сегодня вот так. Подписывайтесь на канал, лайки, репосты приветствуются, оно помогает в продвижении видео. В соцсетях тоже жду, в друзья, добавляйте с темы, предлагайте, поднимем, обсудим. Пока-пока. Пока-пока.